Здравствуйте, туристы и милитаристы! Как вы понимаете, экстрема была, есть и, я надеюсь, будет на канале Архадыр. Единственное, что вот эта вот серия видео, где я потный, слегка ошалевший от именно такого количества замечательных вокруг меня ножей и такого количества замечательных вокруг меня людей, эта серия завершена. Сейчас я уже делаю обзор с привычного вам уже моего давно не стиранного такого вот обзорного кармана. И что я хочу сказать? Еще раз хочу сказать то, что, конечно, я считаю вот эту клипсу Экстрема Рацио лучшей. По моему мнению, это самая удачная клипса для фолдера, которую только можно придумать. Почему? Потому что она, во-первых, ну хорошо, здесь на светлой джинсовой ткани она так довольно броско заметна, но если у вас, например, темные джинсы, темные брюки, то она практически сливается с джинсами, с брюками, плюс полностью закрывает нож в карман. То есть мы не видим ни миллиметра рукояти. Почему? Потому что клипса идет внахлёст и крепится с обратной стороны. Лаконичная, даже вот эти вот отверстия, они придают такой милитаристический стиль клипсе. В общем, на самом деле, с клипсой полный порядок. И, как вы знаете, уже много раз я об этом говорил, давайте фокус приведем. Вот как я сказал, идет клипса внахлёст с другой стороны. Если вам нужно переставить ее под левую руку, с этим никаких проблем. Почему? Потому что здесь, как вы видите, есть у нас отверстие. И вот именно, мало того, что глубокая посадка, плюс сама по себе лаконичная, красивая. Вот эта вот обработка клипсы, она такая именно матовая, тактикульная, скажем так. Даже тот момент, что при переходе сюда сама клипса закрывает вот эти вот отверстия, которые нужны для переставки ее под левую руку. Даже это круто. Все очень круто, все замечательно. На мой взгляд, это самая классная, действительно, клипса, которая, вот, по крайней мере, из всех, что я в руках держал ножей, мне экстремовские клипсы больше всего нравятся. То есть, нож носится только в режиме тип-ап, кончиком кверху и под правую левую руку переставляется. С учетом того, что рукоять ножа у нас алюминиевая, с таким вот анодированием, с такой шершавой она поверхность сама по себе, клипса жесткая и длинная. То есть, нож никуда не денется. Просто, просто перфекто. Итак, поехали. Что у нас сегодня? Сегодня у нас БФ2ЦД от компании Экстрема Рацио представлен нож производителем компании Экстрема Рацио. Я его немножко тут уже поносил, какое-то пятно посадил на него, но неважно. Я надеюсь, что все это простительно. Длина ножа 213 мм, длина клинка 87 мм, ширина клинка 30 мм, толщина по обуху 3 мм. Обработка клинка специальный обжиг, вес 140, просто там набор букв и цифр, я это в любом случае в описании дам. Вес 142 грамма, старка Бюллер Уде Хольм Н690, 58 единиц по шкале Роккола, заявленная твердость. Стандартная сталь, стандартная твердость для ножа Экстрема Рацио. Лайнер Лок с системой Блейд Локинг, то есть с учетом того, что я всегда говорю, что прочность лайнера это всего лишь прочность лайнера. На самом деле экстремовцы у них на вот этой серии Basic Фолдер, лайнеры конечно же тонкие, но закалены они на совесть. То есть нагрузки все-таки, разумные нагрузки нож держит. И при этом, вот у нас так, переставляем красный флажок указательным пальцем в положение Лок. Сразу у нас даже здесь написано, и лайнер не передвигается. За счет того, что у нас есть дополнительный замочек для лайнера, очень удобная, на мой взгляд, фишка. Вот, например, я в очередной раз коцнул на тренировке палец, и я когда цепляю, когда у меня подушечка большого пальца, она поранена, мне довольно так, ну не то чтобы неприятно, но такой легкий дискомфорт, когда я именно пытаюсь пальцем выдавить лайнер из рукояти. Здесь, как вы видите, для того, чтобы лайнер отодвинуть, есть специальный вырез. Это делает складывание крайне комфортным. Конечно, в лучших традициях экстрема рацию. Нож у нас здесь не выстреливается, а плавно, спокойно идет. С помощью двустороннего, переставляемого под правую, под левую руку шпинька, плавно раскрывается. И вот именно с учетом вот этого выреза от какого-то случайного отжатия лайнера, нас именно предохраняет вот этот замочек. То есть, все продумано, все красиво. Мне, конечно, вот этот блокиратор больше гораздо нравится, чем у колдов. У экстрема почему? Потому что он никуда там не гремит, никуда не уходит. Он совершенно четко здесь, случайно его сдвинуть невозможно. Это нужно действительно утопить палец, найти вот эту насечку и передвинуть флажок. Тогда да, тогда складывай. Специально привез этот нож я из Brato, для того, чтобы именно в спокойной обстановке в такой поговорить о нем и потестировать. Почему? Потому что я считаю, что BF2 это самый EDC-шный. При всем при том, что экстрема делает такие тактикульные фолдеры, ну что там говорить, там. Линейка Heavy Folder всю, если взять, там действительно очень агрессивные ножи, мощные, с мощными рукоятями, с такими толстенными, какими-то подпальцевыми перемычками. Я уж не говорю про RAU, это просто танк, а не нож. Здесь забыл, кстати, сказать, что на сайте extremaracio.com нож стоит 184 евро. Сейчас экстрема собираются не просто открывать там какой-то русскоязычный сайт, а именно делать свой сайт с прицелом на всемирную торговлю. Они будут ставить языки на свой сайт, и так, чтобы можно было, ну, по крайней мере, я знаю, что у них есть такие планы, чтобы можно было заказывать, например, Россию напрямую с сайта производителя. Ну, название замечательных магазинов, которые продают эти ножи, и даже, я так понимаю, если там идет игра какая-то в цене, даже получается удачнее. Я сейчас не буду озвучивать, все и так все знают, все в курсе всего. Так вот, мне этот нож замечательен тем, что при всем своем, вот, да, матовое черное покрытие, алюминиевая рукоять, вырез традиционный, классная очень клипса, все здорово, блокиратор замка, все выглядит как-то так мощно и круто, но по факту это самый, наверное, EDC-шный нож из всей экстремы. Ну, BF-0 я не беру, скажем, а именно, ну, может быть, не самый, но этот нож, он действительно, он такой спокойный, здесь не толстая и не тонкая особо хорошая ухватистая рукоять, то есть, вот, малоточный хват, а, про цену забыл сказать, что, на мой взгляд, 184 евро, это совершенно адекватные деньги за такого вот производителя, за такой нож. Ну, опять же, сейчас кто-то со мной согласится, кто-то не согласится, это всегда у нас так происходит. Присутствует малоточный хват, конечно, какую-то долгую, изнурительную, строгательную работу этим ножом будет делать без перчаток непросто. Почему? Потому что все-таки рукоять металлическая, не тонкая, очень здорово, посмотрите, что здесь нет ни спейсеров, ни каких-то две боночки, и все, я севой. И у нас, получается, боночки тоже такие тактикульные. Единственное, конечно, вот единственное красное пятно, это вот этот флажок блокиратора, его опционально можно было бы тоже покрасить в черный цвет, чтобы совсем все это сливалось, не мелькалось, ну, неважно. Так вот, дело в чем? Дело в том, что рукоять продувается, промывается на раз, без проблем, никакой грязьки здесь не будет скапливаться. И вообще, вот если так сказать пару слов за строгание, именно, окей, я на тесте строгаю голой рукой принципиально для того, чтобы показать, насколько там наминает, не наминает, насколько клипсы, наминает, кстати, вот экстремовские клипсы, чем еще хороши. Они не мешают при строгании. Это уже у меня опыт есть. Вот. То есть, ну, если, предположим, действительно, у вас кроме этого ножа нет другого, и вам надо просто обстрогать, там, я не знаю, обкусать березу диаметром, там, в 15 сантиметров, и вот по-другому никак, это нужно сделать, ну, кто мешает, элементарно, там, да хоть носок, хоть варежку, хоть что, просто накинуть на рукоять и уже работать, ну, именно делать фолдер более приспособленным для такой работы. То есть, в этом плане, если брать какие-то строгательные работы не как основную деятельность карманного городского ножа, а как время от времени случающееся, всегда можно включить голову и себе помочь, правильно? В любом случае, здесь нет каких-то сверхострых, каких-то диковатых, как вот бывает на китайских, например, дизайнах, каких-то вот выходов спинки. Здесь, наоборот, спинка очень такая лаконичная и уходит на вот такой вот гусечек у нас. Для моей средней, средней, не маленькой, скажем так, ладони, места здесь для молоточного хвата совершенно хватает. И как раз-таки вот этот гусечек дает нам замечательный диагональный хват с упором, самый-самый вот здесь край ладони, если надо, можно все-таки упереть, то есть, почему бы и нет. Резать продукты будет одно удовольствие, единственное, конечно, на вот этот вот обжиг он дает такую шероховатость. Огурцы, лук и прочие липнуть будут только в путь, по-любому будут прилипать никуда не денешься. Вот вам обратный хват, удобно встает сюда, большой палец. Нож действительно, он красивый, он такой вот, понимаете, он реально вот такой и диссишный, но при этом никто у него не отнимает вот этой вот экстремовской тактикульности. То есть, он, скажем так, не складной ужаснах, а он совершенно спокойный нож, но он дает вам какие-то вот эти вот, та же самая блокировка там, плюс-минус какие-то вот дополнительные вот эти вот опции безопасности. Они есть, и сам по себе клинок, переходим уже в клинок. А, ну вот, показываю, осевой винт у нас под обычную шлицевую отверточку. Ничего какого-то сверхъестественного, спокойно можно обслуживать. Шпенек, ну, слегка, конечно, съедает, он не упирается в рукоять, ну, почему бы и нет. Что хотел еще для... ой, закрытый стал складывать. Что хотел еще про шпенек сказать. Хотел про шпенек сказать, что довольно на удобном месте он находится, и вот эта вот дуга, она вот под мой палец совершенно комфортно идет, путешествует палец по этому полукругу. Клинок. Охренительный. Очень похож на экстремовского добера. Чисто внешне именно... Сейчас, куда он делся-то? Ну, что ж ты будешь делать? Вот. Чисто внешне клинок очень похож на доберман 4. То есть идет такая именно вот... Песий такой вот дроп и очень мощный выход режущей кромки на кончик. То есть, на самом деле, кстати говоря, вот, если не полениться и доберман замерить какой там угол схождения, вполне возможно доберман на самом деле хозяйственно-бытовой по российским законам. Я вот сейчас как-то подумал, потому что мне это напоминает именно такой вот скандинавский, как я называю, заход кромки на кончик. Очень такой резкий, такой четкий подъем. Ну, конечно, не тантует, но вы видите, как это все выглядит. И, на мой взгляд, это красиво. Это красиво. Это именно вот сам по себе нож. Смотрится очень гармонично. Классно сидит на кармане. Классно сидит в руках. То есть, все как полагается. Некоторые дизайны экстрема рацию, они довольно смелые. Некоторые дизайны экстрема рацию, они слишком специализированы под какие-то там конкретные задачи, каких-то конкретных подразделений и прочее, прочее. Вот этот вот замечательный ножик запросто может на карман взять гражданский, запросто может на карман взять какой-нибудь полицейский или вояка и будет работать и никуда не денется. Надписи BF2CD. Вот BF2 это понятно. Basic Folder 2. Что означает литера C? Я пока затрудняюсь сказать, потому что D это дроп. У них есть BF2CT, где T означает Tanto. Поэтому, ну, C наверняка тоже что-то означает. Это просто надо поискать, посмотреть. Сделано в Италии. И можно рядом написать Архадер убедился. Гарантирует экстрема рацию. Все очень красиво. Все очень достойно. На самом деле этот нож очень такой, он одновременно и спокойный. Он совершенно не, в нем нет какой-то вот сверхдополнительной агрессии. Но нужный градус брутальности здесь все равно присутствует. Все-таки это экстрема рацию. В сложенном, разложенном виде. Просто, просто браво, просто класс. Да, еще раз скажу, что экстрема, вплоть до мельчайших подробностей, они делают свои ножи в Италии. То есть, ну, основное производство я вам показывал. И где происходит закалка, где идет... Я говорю, больше всего я удивился то, что они пластик делают в Италии. Потому что весь мир делает пластик, сами знаете, где. Экстремы делают пластик в Италии. Но этому можно доверять. Почему? Потому что, во-первых, я был сразу же приглашен. У меня не было времени, но, грубо говоря, блефовать бы они не стали. То есть, хочешь, поедем завтра на производство, покажем, как делаются рукояти из форпрена и так далее, и так далее. А во-вторых, это условия многих компаний, которые участвуют в армейских и в полицейских конкурсах. То же самое в Штатах. В Штатах могут совершенно не напрягаться производители ножей, которые участвуют в конкурсах, там, заморачиваться на что-то. Почему? Потому что в очень-очень многих конкурсах идет так, что все должно быть сделано именно в Соединенных Штатах. Здесь, несмотря на то, что Экстрема, они свои ножи шлют во Францию, в Бельгию, в Швейцарию, в Германию. Но, возможно, именно то, что вот эта вот надпись, это не пустой звук, она помогает им именно вот в такое количество в большой европейских стран засылать свою продукцию. Пожалуй, что? Пожалуй, все. Сферы применения самые разнообразные. Хотите в лес, хотите вылез, хотите по городу. Совершенно спокойный. Может быть, 87 мм не так и много, скажем, длина клинка. Но, опять же, нужно посмотреть, что у нас получается. Они из этой длины выжали максимум. То есть, буквально, практически здесь есть микропятка такая, но они практически до рукояти. Полностью сделали рабочей кромку. Классный. Очень нравится. Действительно, такой спокойный вариант на карман, но при этом реально породистый. Реально с дизайном. Реально Экстрема. Реально Италия. То есть, в этом плане, конечно, нож замечательный. Все. Увидимся на тестах. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok